Не успел выйти из одного омута, короче, нырнул в другой омут. Весь жилищный комплекс временного года у нас сдан, обратилась ко мне женщина. Ю, не больно! Нужно помочь сделать ей квартиру. Сдались у нас первый и второй корпуса. Вот они, красавцы. Короче, полностью уже весь жилищный комплекс сдался. Вон там он у нас строится, как я понимаю, торговый комплекс какой-то. Тоже уже остекление поперло во все. Короче, нужно делать. Мы уже вообще-то начали делать. Сейчас мы туда отправляемся. Посмотрите, что за квартирка. Хорошая квартирка, хороший этаж. Ну, вид из окна. Окно в окно. Ну что, друзья, однокомнатная квартира. Здесь мы уже маленько поработали, поставили перегородку. Вот так как застройщик сдает у нас свободные планировки, да, квартиры без всяких вот стен, без всяких перегородок. Что хочешь, что и городи. По просьбе хозяйки мы поставили вот такую вот перегородочку, сделали небольшую нишу под шкаф в коридоре. Итого у нас получилось. Ну, довольно просторная такая комнатка. Ну, здесь они планируют как бы диван большой, что-то 2 метра там 40 с лишним сантиметра. Ну, грубо говоря, от стенки до стенки. Ну, здесь какие-то кресла, видать, будут стоять. Телевизор вот сюда они запланировали. Кондиционер. Короче, одному-двух человек красота. Вот такая вот квартирка. Купила она мне, разрешила озвучить. Она купила в конце сентября. Стоимость этой квартиры была 2 миллиона 600 тысяч. Но сейчас она сказала, такие квартиры стоят 2,850 где-то вот так, 2,900. А после Нового года будет, наверное, 3 миллиона. Ужас. Два года назад такие квартиры стоили, у меня родственники покупали, 1 миллион 700. И, можно сказать, огромная кухня. Ну, как огромная? 2,850 стандарт. И здесь у нас получилось... Так, сейчас проверим. По стенам. Так. Опа. 3,10 и 5 миллиметров. Да, ну-ка. Здесь у нас там. 3,10 и 4 миллиметра. Ну, миллиметр разницы у нас получилось. Значит, каковы особенности планировки, да? Хозяйка попросила нам сделать, помимо двери, комнату, попросила сделать дверь на кухню. Потому что приехать могут гости, да, там, как бы, диванчик тут будет стоять, кухня, как бы, большая, да, получается. Ну, чтобы они отдыхали и комфортно было, можно было дверь закрыть. Ну, короче, как была вторая, как будто, комната. И она сказала, что ей поставить дверь достаточно будет полотно 70-е. Не обычное, как стандартное 80-е полотно, а 70-е. И за счет вот этого полотна, проема уже у нас не 90, а 80, максимально как можно сделать и попросила на нишу под шкаф. Ниша у нас получилась 152 сантиметра и 8 миллиметров. Ну, грубо говоря, 8 миллиметров под штукатурку у нас получится 152 сантиметра шкаф. Ну, а глубина на длину целого блока, глубина 62 сантиметра. Стандартная ванная комната, 4 квадрата, как обычно. По-моему, 2,20 на метр 80 так же. Что же у нас тут? Два счетчика, два крана. Есть выводы под полотенцесушитель. Углы сделаны замечательно, в отличие от моей квартиры. Когда я делал у себя, там было ужас. А тут более-менее, смотрите, да, углы? Чуть-чуть там, миллиметр даже почти нету. Ну, миллиметр, грубо говоря, есть отклонения. По низу, где плинтус будет тоже, более-менее все так аккуратненько. Шикарно, можно сказать. Небольшие отклонения есть. Но этот угол у нас тоже чуть-чуть вот серединочка есть. Но по сравнению с тем, что у меня было, это вообще идеально. Блин, вот такую квартиру купить, да, чтобы все более-менее было. Прошел пару раз ее шпаклевочкой, пару раз прошел. Все, стена под обои готова. Здесь отштукатурил тоже пару раз шпаклевочкой, пару слоев сделал тоже. Под обои готов. По стяжке. Что у нас по стяжке? Стяжкой я тоже смотрел вроде бы так. Смотрите, да? Опа! Так. Идеально, можно сказать, да? Там какой-то миллиметр. У меня вот такая стяжка получилась после выравнивания стяжки. А здесь уже изначально, вон, смотрите, офигеть. Так, в эту сторону. Вот. Да не, нормально. Вот чуть-чуть есть такое. Несущественное. Но я повторюсь, у меня такая стяжка получилась. Вот как вот здесь. А ну-ка на кухне посмотреть. На кухне я не смотрел. Не, шикарно вообще. Шикардос. Здесь ее даже ровнять. Вот, например, она так же хочет вроде бы как квартир. Ее даже ровнять не надо. Пройтись, посмотреть, чтобы таких ямок где... Нет, ну, вот это вот надо будет убрать. Перед балконом тут все выровнять. Ну, щели эти мы все зальем. Балкончик половина моего. Шикарненький, зачем больше балкон? Смеры балкончика у нас. Метр тридцать два и два миллиметра. Длина два метра семьдесят два сантиметра и четыре миллиметра. Кстати, здесь более-менее, смотрите, да ровненько сделано. Елки-палки, как я у себя намучился. Здесь вот как-то... Кстати, дверь балконную хорошо поставили и более-менее, да? Где-то чуть-чуть есть толще слой, чем... О, фига себе. Жука за ус замуровали, он с голоду помер и высох. Короче, окно более-менее по уровню поставили, более-менее. Но площадь небольшая, штукатурили. И уже работы меньше будет. Вот это вот. Вот мне не нравится постоянно вот эта хрень. Вот это надо исправлять. Себя я клеил пластик сюда. Это все туда вдавливал. Клеил пластик, подштукатуривал. Ну, это все поправимо. Ну, рама короткая. Она что, устойчива, нормально. Не знаю, я не спрашивал еще насчет перила. Будет убирать, не будет. Ну, у нее детей маленьких-то нет уже. Уже человек в возрасте, наверное, будет убирать. Чтобы больше пространства было, чтобы шторочки, если что, ровненько лежали. Хотя где белье сушить? Ну, не знаю. Она решит, потом скажет, что-то сделаем. Расстояние между домами, между своими домами я мерил, сколько там? 31 метр, да, по-моему, был? 30 метров, а 31 метр. А здесь у нас такое ощущение, как будто больше. Так, где там? А, вот, 3193. Завтра начинаем просчитывать по электрике, сколько нам надо проводов, коробок. Блин, будем переносить этот щиток, соответственно, будем сюда переносить, наверх. Как у меня я делал. Щиточек под Wi-Fi, розеточки тут все вот эти вот. Скорее всего, дверь тоже будет меняться. Потому что выключатель мне запланировали вот в эту сторону, чтобы дверь открывалась и пошел. Вот двери хорошие, застройщик ставит хорошие двери. Нормально все. Ну, открывается, открывается она, ребята, вовнутрь. Вот эта вот проблема. Там что-то у них по пожарной безопасности, по-моему, да. Коридор узковатый, чтобы дверь наружу открывалась. Ну, дом сдан уже, все проверки прошли, теперь что хочешь, что и можно делать. Ребята, у меня есть желание, мечта. Я уже живу полтора года. И хочу побывать в таком красивом месте, да, 800 ступеней называется, где скалы, море, вот этот обрыв. Блин, я так представляю, вот сегодня, да, 12 градусов, да, солнышко, тепло. Нет, чтобы мне с утра отправиться туда, да, на эту красоту посмотреть, которую я мечтаю. Уже второй год мечтаю. Я, блин, вот, нахожусь опять в заточении, снимаю для вас видео. Может быть, будет интересно. Ну, что, ребята, не знаю, полезно будет вам, не полезно. Это больше видео для родственников, хозяйки, да, и для ее памяти, да, как вот в квартиру у нее. Вот у меня тоже, я сейчас пересматриваю свои старые видео, да. Какое у меня было там, елки-палки, страшно смотреть, а сейчас красота. И тут тоже вроде бы и на квартиру зашли, не похоже было. Сейчас уже стены поставили, стало уже более-менее похоже. Так что, ребята, ставьте лайк. Смотрите, кому интересно, потихоньку будем по чуть-чуть квартиру делать, что-то будем снимать, видеоотчеты. Ну, все, спасибо, что смотрели и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok